Приветствую вас, Евгений. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. И постараемся дать на него ответ. На вопрос. Смотрите. Хоть если так глобально смотреть на проблематику вашу, на проблематику того, что вы пишете, то здесь вы описываете смесь ревности, смесь чувства вины, да, и, наверное, повышенной ответственности плюс проблему личных границ вы описываете. Вот. И здесь, с одной стороны, обесценивающее отношение к себе изначально, влияющее, судя по всему, на отношение к вашей девушке. Что, в общем, довольно логично, вот, потому что то, как я отношусь к себе, так же я, скорее всего, буду относиться и к другим людям, особенно к тем людям, которых я люблю. Которым у меня есть определенные чувства. Поэтому, то, что вы описываете, ну, на мой взгляд, вполне естественно для вас. Хоть и это, конечно, не отменяет того факта, что крайне болезненно. Дальше. Дело в том, что встретил девушку на работе, которая должна меня была сменить. Внешне она мне сразу понравилась, я ей помогал освоиться с новым рабочим местом, и так все закрутилось. Ну, тут, опять же, важно именно за чувствами вашими проследить, потому что, что это были, например, за чувства, какие они были. Как они развивались. С самого начала я знал, что она через 3-4 месяца должна была ехать в другую страну на заработки на полгода. И какое значение для вас имело это знание? Что значило для вас тот факт, что она уезжает? Мы ходили в кино, на прогулки, одним словом, нам было вместе хорошо. Ну, смотрите. С одной стороны, здесь я не могу с вами не согласиться, потому что... Ну... Я полагаю, вам действительно было хорошо. Вместе. Вот. Но, с другой стороны, вы не можете говорить за... Эм... Нее. Вы можете говорить только за себя. Вы можете говорить о том, что, в общем и целом, вам хорошо, вам хорошо было с ней. Вот. А было ли их хорошо геи, это уже вопрос. Ну, такой, да, другой. Вот. Поэтому здесь вы обобщаетесь. Стоит отметить, что до этого у меня не было девушек. Ну, смотрите, Евгений, Евгений, вы не раскрываете количество ваших лет, ваш, твой возраст. Ну, соответственно, если, там, к примеру, вам, не знаю, до семнадцать лет, то отсутствие девочек это одно, если вам больше двадцати пяти, отсутствие девочек это другое. Но, так или иначе, отсутствие девочек бывает либо произвольное, либо вынужденное. И, соответственно, можно здесь говорить о том, что именно послужило для вас причиной отсутствия девочек. Соответственно, здесь совершенно очевидно, да, что бабную девушку могла быть нацелена ваша существенно сильная мотивация, существенно сильная заинтересованность. Вот. Ну, в том числе, в том числе, граничащие с неуверенностью, потому что неуверенность, опять же, возникает в том числе из лишней мотивации, то есть сверхмотивации. Здесь возникает такой, ну, элемент, сверхмотивации. Дальше. Значит, через некоторое время начал влюбляться в неё, прежде всего. Ну, опять же, что здесь понимаете вы под влюблённостью? Это... Ну, займа с ней. Это... Ммм... Желание делать человека счастливым. Это что? Что вы конкретно понимаете под влюблённостью? В данном случае. Это важно. Или как вы чувствуете? То есть разобраться в себе, что вы чувствуете? Я об этом не ничего не говорил, никак себя не проявлял как парень по отношению к ней. Мы были просто друзьями. Ну, опять же, здесь есть страх перед чувствами у вас. Вероятно. Причины этого страха очень важны. Потому что это на данный момент то, что не позволяет вам быть... ну, самим собой, быть естественным в отношениях, в том числе, с девушкой. Вот. И то, что пораждают качели, условно говоря, качели, которые вы вот сейчас чувствуете, которые вы сейчас ощущаете. Ну, точнее вы. Наверное, правильнее было бы сказать, что вы чувствуете, скажем так, следствие. 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 Качели. Вот. Я думаю. Я думаю так. Можно. Этот момент. Ну, в этот момент. Отравить. Дальше. Значит так. Так продолжилось некоторое время, пока я об этом не сказал. Ей, конечно, было приятно, но она была в растерянности. Ну, вот растерянность, да, это уже, ну, здесь, в данном случае, выглядит, как, как, некая, такой, некая тревожность перед отношениями. Выглядит именно, вот, как, некая, такая, тревожность перед, ну, перед возможными вашими отношениями, которые, ну, у вас, вот, могут быть. И, соответственно, здесь я бы, вот, наверное, на это бы обратил внимание. Я бы обратил внимание именно на то, что, вот, ээээ… Эээ… Эээ… Ну, девушка, почему-то оказалась в растерянность. То есть вот, эээ. Ну, что-то, эээ, ее… Напрягло, да? Что-то ее, и, эээ, напрягло, да? Что-то, ее, вот, наээ… можно так сказать, вот, и соответственно, возможно, есть какие-то причины, вот, есть какие-то причины, почему она, например, так вот, ну достаточно настороженно это восприняла, да, почему, ну почему ей, вот вы говорите, ей было приятно, но она растерялась, вот. То есть, на мой взгляд, это, конечно, то, на что, вот, нужно обратить внимание, вот здесь. Дальше. Она рассказала про парня, с которым пару раз виделись еще до встречи со мной, и которые ей также обращаются по своей голове. Хвалилась, что запуталась, ей нужно время играть, когда будет в другой стране, с которым все обдумают. Но я этого парня не воспринимал серьезно, сколько она же мне вообще время не проводила. Все это время мы были вместе уже, так же когда осталось в последние недели. Да и отец я начал хоть как-то управлять себя как парень, поцелуя, обнимашки, прогулки за руку. Хотя, сперва, это было как-то неуверенно, и до секса не дошло. Я боялся своих чувств и желаний. Ну, смотрите, во-первых, вы здесь уже, конечно, говорите о своей неуверенности, потому что вы этого парня не воспринимали серьезно только потому, что девушка не проводила с ним время, вот, с этими словами. А если бы девушка с ним время проводила, то выбор этого парня всерьез, чтобы их уже воспринимали наши. Вот здесь уже чувствуется неуверенность в себе. То, что вы говорите про страх своих чувств и желаний, то, что вы говорите об этом. Это отдельная тема для разговора, отдельная тема для беседы, потому что это связано больше с вами, скорее. Это больше чисто и только ваша такая вот, ну, если не проблема, прямо вот сюда, то ваши особенности и почему вы боитесь своих чувств, да, что, ну, что вот, что мотивирует вас бояться своих чувств, в следствии чего, в результате чего вы своих чувств боитесь. Вот это достаточно важный момент, да, понимание, чтобы мы, ну, чтобы мы вот понимали, что вообще с вами происходит, да, чтобы мы, ну, отдавали себе отсчет в том, например, что вас беспокоит, если беспокоит. Вот. Дальше. А, значит, так. В другой стране все сложное новое работе было тяжело, часто ее обижали, но сейчас парень, который я подошел, и с ним все закончилось вплоть до секта. Ну, здесь, я могу сказать, э, совершенно точно, что девушка ваша, э, придерживается поведения жертвы, к сожалению. Вот. Именно поведение жертвы. А, потому что, вот, она говорит, что ей, э, было там очень, очень тяжело, что ей тяжело. Вот. Ей нужен парень, который, парень, который бы ее поддерживал. Вот. И все закручилось, все, все закручилось вплоть до секта. Вот. То есть это, вот, ваша девушка, к какой-то степени, человек, которого нужно, э, ну, постоянно, если не постоянно, то, э, периодически нужно спасать. Вот. И если вашу девушку нужно спасать, то обязательно, обязательно, конечно же, найдется такой человек, кто захочет, э, собственно, ее спасти. Ну, а почему бы и нет? Почему бы не спасать кого-то, если человек сам, там, грубо кого-то, говоря, этого хочется, да? Ну, э, 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 если человек к этому, к этому, готов, почему бы не, что? Вот. Отсстаточно, а девушка, э, 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 здесь выглядит, к сожалению, как жертва. Во. Дальше. Через некоторое время она мне об этом рассказала. Кроме того, что было так. В своем разговоре, не смог держать свои слезы, ей было очень хреново. Ну, с точки зрения психологии, вы здесь, я боюсь, описываете созависимые отношения, потому что взаимное чувство вины идёт. То есть оба друг перед другом чувствуют себя виноватыми. Вот. И в итоге вот это чувство вины, да, оно становится доминирующим чувством в отношениях, хотя на чувство вины, да, отношения построить, ну, нельзя. Вот. Ну тут вы себя чувствуете хреново, а нас себя чувствуете тоже виноваты. В общем, все виноваты. Вот. Ну. Это далеко не лучший расклад, если мы говорим про такие, ну, здоровые отношения. Вот. Поэтому, значит, речь может идти о созависимых и в какой-то степени не в древых отношениях, потому что, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ что, ну, например, допустим, лично вы делаете и лично она делает. Вот. То есть это вот проблематика личных границ. Через время в тот же день она мне позвонила, когда сказала, что боится меня потерять, что я не безразличен. Ну, смотрите. Вот здесь вы похожи, и своей девушкой хибкие не потому, что, что это значит, я боюсь потерять. Да, то есть человек, не видишь, чтобы его потерять. Человек все-таки это такая, ну, ценность в себе, и потерять человека нельзя. Вот. Естественно, если вот она, например, боится его потерять, если вы боитесь ее потерять, как вы писали, то это, к сожалению, больше про желание обладать человеком, нежели про искреннее такое вот чувство любви по отношению к нему. Вот. Как бы это неприятное для вас сейчас не звучало. Поэтому важно вот с этим вот таким чувством потери, которое вы, например, можете ощущать, поработать. Чтобы оно, чтобы его не было, или чтобы оно не мешало вам, значит, ну, чтобы оно вам не мешало вести себя с девушкой максимально, ну, максимально естественно. Скажем так. Вот. И, знаете, как бы вот, как не странно, то, что девушка боится вас потерять, то, что она боялась, вероятно, вас потерять. И привело, собственно, к тому, что вот произошло то, что произошло. Вот. 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 Ну, возможно, этой бы всей ситуации бы не было. Вот. И уж точно она не винила бы себя за то, что сделала бы. Потому что раз сделала, не важно, как это выглядит с точки зрения морали, раз она это сделала, значит она этого хотела. Она своими действиями поместила себя в такую вот ситуацию, когда для нее единственным способом было поддаться, как вы написали, пьяному человеку. Ну, если она поддается пьяному человеку, то мне кажется, что ей это как минимум хочется, если этого хочется, значит что-то образует это самое желание. Что-то, значит, нужно смотреть на дух, какие потребности у человека и как он, в данном случае, она их удовлетворяет. Вот. И тогда будет уже понятно, как обстоят дела. Тогда будет уже понятно, какова проблема лично вашей, например, девушке. Дальше. Идем. Значит. Она сказала, что парень, который меня вышеписал, она его послала практически сразу, когда приехал в другую страну в счастье и на время добрый собрался в своих канал. Я боюсь, что когда человек говорит так, это свидетельствует о его неопределенности. То есть человек не определился своими чувствами. Ну, вместе с тем это говорит о том, что и сильных чувств у него нет. Нет. Таких вот, чтобы прям, однозначно мне было сказать, что вот, тебя там, допустим, я люблю. Или тебя я не люблю, или с тобой я быть хочу, да, я тебя хочу, там, не знаю, делать счастливым. А тебя, например, не хочу делать счастливым. Вот. Ваша девушка, так сказать, не может, у нее есть трудности с выбором, а значит, никому особо ярких чувств она не питается. А значит, мужчина для нее это, к сожалению, что-то вроде потребности, которые она пытается удовлетворить с одним, то с другим, то с этим. За счет чего? А за счет того, что если вы посмотрите на ее поведение, то во первом коллективе ей нужна ваша помощь по обустройству, во втором коллективе ее все обещают. То есть это такое вот жертвенное поведение. Вот. И, как я уже сказал, жертву всегда нужен спаситель. Вот спасителя она и ищет. Но, поскольку спаситель сам является жертвой, то страдают они вместе. Вот вы и страдаете со своей девушкой сейчас вместе. Вместе мучаясь с числом вины, вместе мучаясь от того, что не сделали чего-то раньше и так далее. Нет, ответственность конечно есть в том, что вы, например, там, твои чувства не проявили, ну, не проявили. Ответственность ваша в этом безусловно есть. Но важно понимать, что ответственность за ответственностью, но все равно так или иначе это ваш выбор. А если вы его делаете, ну, вот, свой выбор, то его нужно уважать, да? То есть, ну, боитесь вы, там, своих чувств и желаний. Ну да, неприятно. Спору нет. Ну, по крайней мере, это честно. По крайней мере. Дальше. Были моменты, когда я писала, если вкратце, что мне не нравится, как она за мной поступает, не хочу ничего пробовать вместе. Но это почти манипуляция, потому что в ответ она становилась ближе и начинала становиться, что случала ошибку. То есть вы своими действиями старались вызвать у неё чувство вины. Нет, я не считаю, что вы делали это прям специально, чтобы специально хотели видать у неё чувство вины, но, на мой взгляд, на мой взгляд, ваши действия, в том числе, вот, ну, такого плана, ваши действия, они, конечно, продиктованы прикладыванием ответственности на девушку за то, что чувствуете в данном случае вы. Как бы это выказывает такую вот некоторую вашу недрелость по отношению к девушке и по отношению к себе, к себе самому тоже. Так что этот элемент поведения нужно корректировать, потому что если вы видите, что девушка, она вот подаёт западу таких, а после ваших претензий она становится ближе, то появляется соблазн выстраивать свои отношения на чувстве вины у другого партнера. И кажется, что партнер в таком случае любит, кажется, что партнер в таком случае себя ценит, но это может быть и так, но только до поры, до времени. Очень быстро ситуация может смениться на совсем противоположную, к сожалению. Дальше. Так. Проколы от стихов, что они были так иночистыми и искренними. Знаете, вот вы очень похожи на людей. людей, которые идеализируют отношения. Вы очень похожи на таких людей. То есть вы идеализируете отношения настолько, что лишаете их как бы, ну, земного, земного, земного. И это тоже может быть проблемой. Это тоже может быть трудностью. Это тоже может инстинктивно, ну, инстинктивно опалкивать от взаимодействия с вами. Вот. Понимаете? Какая штука. Поэтому слишком чистые, слишком духовные отношения, они создают потребность эту чистоту, как-то вот соблюдать эту чистоту, блюсти, а, как бы, это, ну, в какой-то степени идеализация, к сожалению. Так что чистые стихи – это здорово, когда людям это подходит. Когда она вернулась, мы даже немного пообщались по телефону, мне было достаточно приголос понять, что боль у нее до счета. Но мне даже насколько страданий я и принял, если мы были не в отношениях. Я никак сюда не отправлял, как парень ничего для этого не сделал, но хотел услышать от нее слова о чувствах ко мне, тем самым причиняя ей боль. А, Евгений, я не очень, честно говоря, понимаю, да, я не очень понимаю, почему чувство, если это хорошее здоровое чувство, почему чувство, ну, должно приносить боль. Эм, ну, боль, по-моему, кто его испытывает. А, это все равно, вот это чувство. Вот, я не очень понимаю, к чему, ну, почему это так, все это вам скажу. А, вот. А, мне думается, что боль человек испытывает, а, в целом. Эм, тогда и только тогда, когда эти чувства не совсем по отношению к человеку, когда эти чувства по отношению к самому, к самому, кто эти самые чувства испытывает. В таком случае боль есть, но не тогда, когда чувство направлено на другого. Вот, поэтому, с чего вы решили, что вы причиняли, причиняется боль девушка? И, как, как один человек может причинить боль другому человеку? Вот. Это вопрос, на который, на мой взгляд, нужно найти. Ответ, для меня сейчас очень это. Вау. Но здесь явно чувствуется, что личные границы у вас размывают очень существенно. Дальше. Мы были не в отношениях, я никак себя не управлял как парень. Ничего для этого не делал, но хотел, услышав от нее слова, очистывая ко мне. Смотрите. Да. 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 Может быть, это мне, ну, не лучший, не лучший, не лучший поступок. Ваше решение. Но у вас было такое решение. Когда вы, э, хотели услышать, там, от девушки, э, слова о, э, ее к вам, чифрах. Вот. Может быть, это не лучше, не лучше, ваше решение. Но. У вас было такое решение. Э, 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 что лад, что лад, у вас было такое решение. Ну, у вас, э, было. И было, ну, у вас, ну, довольно долго, как, как я понимаю. Вот. И, момент здесь в том, чтобы, чтобы вам, э, постараться увидеть, э, чем продиктована такая патрена. Ведь вы же почему-то хотели, чтобы, чтобы девушка вам о своих чувствах рассказала. Вы же почему-то хотели, чтобы, чтобы девушка вам, э, ну, вам проявила свои чувства. Значит, такая потребность у вас была. Если такая потребность у вас плотно, что ее нужно выявить. Как, как минимум, ее нужно выявить. Для чего вы, 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 выявите ее? Чтобы лучше себя понять. Вот. Не корить себя, да, за свои, за свои желания, которые, от того, что вы себя корите, никуда не денутся, а станут только, ну, только сильнее. А именно постараться в себя, встанет, именно постараться в себя, что называется, разобрать. Вот. А, тогда, соответственно, э, ситуация будет улучшаться. То есть, что делать, это очень деструктивно. Когда мы виделись, она рассказала про секс с ним. Короче, что был один раз, продалась к пьяному человеку. Тем не менее, в этот момент у меня земля ушла из под ног. Я чувствую себя такими дотами, я так его ненавижу. Я тоже, наверное, вначале я так обладелся, был неверным человеком. Вот, понимаете, Евгений? Вы переживаете так, с одной стороны. С одной стороны. Потому что в вашей системе ценностей такую девушку вы потеряли. Вот именно в вашей системе ценностей. Вот. Такую девушку вы потеряли. Для вас это потеря, для вас это неприемлемо, да? Что это вот. На нас должна быть только со мной. Это вот. Такое ощущение. Да. Собственно, что это ревность, по сути. А с другой стороны, вы обесцениваете то, почему вы не уверены в себе. Но, если вы не уверены в себе. Вы обесцениваете то, что образует вот это вот. Ну, неверно в себе. она тоже есть по ряду причин и нельзя просто взять и от этого отказаться, поэтому здесь важный момент заключается в том, чтобы вы приняли себя, чтобы вы приняли свои ощущения, чтобы вы приняли свои чувства и позволили быть разобраться с ними, но не обвиняя себя, потому что, как я сказал, обвинениями ничего не дадут нам. Так, о неуверенности, о неуверенности она мне неоднократно говорила и намекала, что это не критично, но тут опять же важный контекст, да. Видимо, не так это уж и не критично, раз она совершила поступок, за который себя винит. Вот. Если бы поступок она бы совершила, но себя не винила бы при этом, то да, вот так, я не знаю, как вникать, садиться на указы и терпить. Дальше. Говорит, что жалеет о своем поступке и просто жить не хочется, но об этом я вам сказал. Когда она была рядом, говорит, когда она была рядом с ним, всегда сравнил его со мной, в этот момент я спинал обо мне. Говорит, что стало извините на мои поступки, что любит меня, когда я никого другого, я и верю. Сознатель с пребывами, я люблю поиск патриотирую, не могу просто как пустить, но это про собственство, собственно что. То есть я не знаю вот, я не знаю преющество, но ваше вот это больше про собственство, про то, что оно должно вам принадлежать и быть только с вами. Вот так, у меня не понравилось число за установление, то, что допустил, то, что случилось. Ну вот здесь вы как бы отказываетесь принимать ее выбор, не позволяете ей делать выбор и запрещаете ей быть счастливой без вашего участия, не с вами. Ну, про любовь ли мы здесь говорим. Так, как только представлю, что ее снимали на кровати, душа разрывается на кусочках. Ну, это больше про ревность. Я не знаю как быть, что бы что. Я тебя чувствую не меньше виновным демоналом, никто не виноват, просто вы решили взяли и осудили тебя и ее. Никто не виноват. Каждый раз делает, это он хочет. Ваша проблема в том, что вы не можете признать свои желания, а не можете признать себя. Пытаться смотреться с ошибками, попробовать заново или вообще ничего не стоит пробовать. Ну, а с ошибками не надо мириться, из них нужно сделать выводы. Вот. И из выводов извлекать опыт. Заново вы ничего не начнете, потому что опыт все равно есть. А не пробовать скорее всего вы не сможете, потому что чувства взаимные у вас есть. Так что я бы рекомендовал вначале вам вместе с девочкой на консультацию, а потом по отдельности каждому из вас работать над своими собственными проблемами. И вам и ей рекомендуется психотерапия. Ну, мне так, по крайней мере, видится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я бы, Евгений, хотел обратить ваше внимание на то, как вы пишете о том, что она вот какие-то вещи поняла, что она там теперь любит вас, ценит вас и прочее, прочее, прочее. И вы знаете, в принципе, это действительно может быть так. Зачастую человеку действительно необходимо совершить некий поступок, чтобы понять, что для него действительно важно. Вот. так же, как и вам. Повторюсь, важен опыт. Не сами действия, а опыт, который вы извлекаете из этих поступков, ситуаций, слов и так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok